МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые яркие воспоминания всегда связаны с детством, а в нашей семейной программе мы всегда говорим о детях. Поэтому впечатления и воспоминания от этого выпуска будут только положительные. Здравствуйте! В эфире программа «Телемамы». Ну и начну выпуск с праздничной даты. 15 мая во всем мире отмечали День семьи. В Мурманске в канун этого праздника уже не первый год выбирают лучшую семью Заполярье. В этом году организаторы конкурса придумали особенную номинацию «Лучшая творческая семья». Победителями стали Ксения, Валентин, Нелечка и Алеша Рогозины. Я побывала у них в гостях. В этом доме светло, уютно и красиво. Аромат свежей выпечки и звонкий детский смех разносятся по всей квартире. Атмосфера праздника в семье Рогозиных – дело привычное. Но сегодня особенный повод – отмечают победу в конкурсе «Семья года». В номинации «Лучшая творческая семья Мурманска» Рогозиным не было равных. Как-то раз я пришла в детский сад забирать Нелечку. И к нам вышла воспитатель Ирина Сергеевна и предложила. Говорит, ребят, пришло такое положение, вы должны поучаствовать, потому что вы достойны этого конкурса, достойны победы. И, в принципе, я почитала положение и подумала, почему бы нет. Сразу, конечно же, первым делом позвонила Вале. Говорю, Валь, вот такой вот у нас конкурс намечается. Давай поучаствуем, так интересно. Это же потом такая память для нас самих останется. Мама Ксения главная заводила в семье. Она педагог детского центра развития. Творческий потенциал реализует на любимой работе. В семейной жизни, говорит, без творчества тоже никуда. Ни один праздник не обходится без специально написанного сценария. Мы решили, что у нас есть желание, у нас есть настроение, у нас есть возможность, у нас есть время. А давайте мы запланируем вот такой-то праздник, чтобы себя порадовать. Их семья родилась благодаря сцене. Несколько лет Валентин и Ксения пели в вокальной студии. И, как говорится, спелись. В этом году уже отметят десятилетие совместной жизни. Были же какие-то, естественно, подростковые мечты выступать на сцене, с гитарами, в рок-группе. Здесь она потом подутихла, женился, снял сережку. И как-то с этим азарт ушел в себя. И она как бы из меня выкапывает иногда его. А давай я... Ну давай. И оно получается. Все это лето. Играй, бой, танцуй, лети за ветром. Твой поцелуй со мной. Все это лето. Традиция снимать видеоклипы в семье Рогозиных появилась недавно. Они много путешествуют, а перед поездкой специально пишут сценарий и даже выбирают песню для будущего клипа. Алексей продолжает свою певческую карьеру. Работает в ансамбле Северного флота. А дома под гитару с Ксенией бывает и вспомнят любимые композиции. Теперь уже поют квартетом. Алеша мечтает не только о барабане. Мальчишка хочет научиться играть еще и на скрипке. В ближайших планах поступить в музыкальную школу. А пока 1 сентября он отправится в первый класс. Честно говоря, я немного неоничую к школе. Я обещаю быть нормальным школьником и получать только одни пятерки. Младшая Нелли – папина дочка. Она и похожа на него, как две капли воды. С любимым папой хоть куда. Зимой на санках погонять, а летом за грибами и ягодами в лес отправиться. Радся отдыхать и веселиться, прыгать и скакать. Быть счастливым каждую минуту – в этом секрет счастья семьи Рогозиных. Мы очень стараемся для того, чтобы действительно поддерживать такой наш огонек, чтобы он никогда не газ, чтобы чувствовалась влюбленность друг в друга каждый день. Да, нужны усилия, нужно прикладывать усилия. И в принципе мы справляемся с этим, у нас получается. Я сейчас приложу усилия, молодой, хорошо, как и сказала. Героиня рубрики «Мама в декрете» Анастасия Чайкова. Настя хорошо знакома многим мурманчанам, ведь она кукольных дел мастерица. Настя уже два раза побывала в декретном отпуске. Сыну Святославу 8 лет, а дочке Софье 5. А недавно Настя стала мамой в третий раз. А все благодаря кукле, которая поселилась у них в семье. Если вы хотите прибавления, посмотрите следующий сюжет. Настя раскроет все секреты изготовления волшебной куклы. Знакомьтесь, Анастасия Чежина, мама Софии и Святослава. Настя – профессиональный музыкант, преподает в детской музыкальной школе. Еще в детстве увлеклась рукоделием. С тех пор не расстается с нитками и иголками, шьет игрушки и коллекционирует кукол. Это моя такая своеобразная медитация. То есть у меня есть час в день, когда я посвящаю только рукоделью, когда я отдыхаю душой и телом, меня никто не трогает. И это расслабляет, конечно, очень. Куклы Тильды – портретные коллекция кукол с северным колоритом, каких только не шила Настя. Новым этапом в творчестве стало изготовление русских народных тряпичных куколок. Сегодня я хочу вас познакомить с обережной куколкой, которая называется Плодородие. Куколка очень символичная. Она находится в семье и никому не дается в руки. Приносит счастье, любовь. Всегда ставится высоко. И на Руси вставили ее в красный угол. Для изготовления такой куклы-оберега понадобится деревянная основа, кусочки натуральной ткани, хлопок или лен, шерстяные нитки. А для волос лучше всего использовать волокна чесаного льна. В таких куколках все имеет особое значение. Даже настроение самой мастерицы. На деревянную основу, которая символизирует мужское начало, слой за слоем аккуратно наматываем ткань. Это одежда куклы. Закрепляем лоскутки шерстяной ниткой. Ее завязываем на три узелка. Сейчас мы будем делать обережный крест. Он всегда существует во всех куколках. То есть под одеждой я всегда их делаю. Она поэтому и считается обережная кукла. Начинаем делать. Тоже на левой стороне кончик. Мы обматываем вокруг шейки и начинаем делать крест. Вот у нас получился обережный крест. На Руси куклы создавали без использования иголок и ножниц. Считалось, что эти инструменты привлекают в дом злых духов. Все куколки-обереги безлики. По народным поверьям, кукла с лицом обретала душу и могла навредить хозяину. Изначально хочу сказать, что куклы делались из старой одежды хозяина, будущей куклы. Это очень важно, потому что она несет одежду, несет энергетику. То есть если вы делаете кому-то куклу, ни в коем случае не берите свою одежду, одежду своих детей. Должно быть все исключительно новое. И уже при помощи каких-то технологий эта одежда должна быть состарена. Традиционный наряд куклы-плодородия или московки состоит из рубахи, юбки с фартуком, на талию повязан пояс. Костюм можно украсить бусинами или тесьмой. Особое значение имеют волосы куклы. Они должны быть длинными, ведь, как считали наши предки, сила женщины в ее волосах. Замужняя дама обязательно прикрывала голову платком. Женщин, которые не умели завязывать этот головной убор, называли кулемами. Теперь очень важный элемент – это крепление пеленашек. На Руси такие маленькие куколки назывались пеленашки. Они кладутся к маленькому ребенку в кроватку, для того, чтобы он был более спокойный, для того, чтобы он лучше спал. Технология изготовления этих малышей такая же, как и большой куклы. Скручиваем ткань и перевязываем нитками. А дальше крепим деток к мамочке. В коллекции народных кукол Анастасии Чежиной образы разные. Девица с длинной косой символизирует женское счастье. Забавная бабушка-нянюшка – куколка, которая помогает выйти замуж. Есть и наша северная берегиня. Вот наша куколка готова. Такую куколку изготовить можно с детьми. Очень приятно провести вечер. А эта куколка отправляется в программу «Телемаму» специально в подарок от нашей семьи большой для телезрителей. Если в доме появилась такая кукла – символ семьи и счастья, ждите прибавления в семье. Анастасия уверяет, а береги и правда работают. Стоило оставить одну такую куклу-плодородие у себя дома – и вот сюрприз. Буквально месяц назад Настя стала мамой в третий раз. А у нас в Мурманске есть особенный мир, в котором живут куклы. Речь идет о Мурманском областном театре кукол. Совсем недавно стало известно, что уже в следующем году артисты и герои сказок переедут в новое здание. Ремонт на проспекте Ленина идет полным ходом. Ну а пока артисты продолжают встречать ребят на любимой сцене. До конца театрального сезона остается буквально месяц, но уже стали известны имена самых преданных поклонников театра. В следующем сюжете узнаете имена обладателей статуэтки «Золотой муравей». Здесь все как на настоящей церемонии награждения. Красная дорожка, нарядные гости, волнение и предвкушение волшебства. Театральная премия «Золотой муравей» собрала самых преданных поклонников театра кукол. В сентябре с открытием нового сезона стартует конкурс «Золотой муравей». Его участником может стать каждый, кто ходит на спектакли, но главное – собирать театральные билеты. В этой заветной коробке находятся самые ценные, собственно, конверты, в которые участники, юные театралы, в течение всего года складывали билеты на спектакли, которые они посетили. Их очень-очень много. Они бережно разложены в алфавитном порядке. К слову, идея детской театральной премии появилась 13 лет назад, а саму статуэтку «Золотого муравья» придумали и изготовили художники и бутафоры театра кукол. У нас была традиция, когда еще Тамара Александровна Волынкина работала в театре, она часто выходила к детям, особенно перед каким-то сложным спектаклем. Ну, призываю, объясняю им, что такое театр, и вот как надо смотреть спектакль. И рассказывала, что вы вот сейчас здесь сидите, а среди вас ведь еще сидит такой маленький муравей. Он тоже пришел в театр, и он тоже хочет увидеть спектакль, услышать. А если вы будете шуметь, представьте, вам не слышно, а муравью-то и подавно. И вот как-то с этим муравьем, и она периодически, и это вот так возникло. Это не конкурс, это возможность поощрить друзей театра. Друзей, преданных зрителей, которых ходят к нам много-много лет. Ой, чтобы статуэтку муравья получить, это надо не раз посетить, не два, и не тридцать. У нас сейчас, на сегодняшний день, по-моему, 167 билетов у девочки. Да, 111, 120. Вот, и тогда они получают золотого муравья. У юной театралки Вероники уже есть четыре статуэтки. Она бывает в театре каждые выходные. В этом сезоне вместе с братом Матвеем и мамой они посмотрели 70 спектаклей и стали обладателями заветной статуэтки золотого муравья в номинации «Театральная семья». Какие ты больше всего любишь? Не знаю, гуси леби, нравится три медведя. Ну, мой, наверное, самый любимый «Мама для мамонтенка». Очень музыкальный, очень хороший спектакль. Вот наш конвейер, подписан. А вот, и туда мы собирали билеты. Билеты у нас разные. Есть у нас вот такие билеты. Да, Вероника? Это те, которые мы покупали в кассе. Держи. А есть билеты, стало очень удобно покупать в электронном виде на сайте. Вот такие. Они тоже распечатываются. Очень удобно, не выходя из дома. Среди номинаций премии, пожалуй, самое трогательное – «Маленький друг театра». Его участники – малыши, которые едва научились ходить. Для них в репертуаре свои спектакли – телефон, полянка, рукавичка. Платон вместе с папой побывали в театре кукол 60 раз. Теперь «Золотой муравей» поселился в семье Быстровых. Для вас-то неожиданность была? Скажем так, мы надеялись и верили. И вот нам повезло. Просто нравится театр. Смотрим спектакли. И выходные проводим здесь. Четыре новые постановки. Каждый год показывают артисты театра. Полюбившиеся зрителям спектакли идут на сцене несколько лет. Это «Золотой фон» театра кукол. По кариусу и бактериусу я читала книжку и видела на сцене. Мы сегодня пришли всей семьей. Но я, честное слово, очень люблю ходить сюда в кукольный театр. Не просто потому, что вожу сюда детей. Сама с удовольствием смотрю все спектакли. Очень здорово. Всегда-всегда довольны. Очень хотелось бы чаще ходить. Но как вам? По возможности, скажем так. Я очень люблю ходить в этот театр. Мне очень нравятся эти представления. Веселые спектакли, очень красивые куклы. Актеры очень талантливые. Гран-при премии «Золотой муравей-2018» вручили Марии Улоховой. В ее театральном конверте оказалось 165 билетов. Дипломы, сладкие подарки и игрушки получили все участники церемонии. Хоть птицы перестали, свет слез коснулся крышь. В час грустили печали, ты голос мой услышь. А до закрытия сезона в Мурманском областном театре «Кукол» остается чуть больше месяца. Артисты приглашают на премьеру. Сказочная история «Плотник, Андерсон и рождественский гном» состоится 27 мая. Что рисуют дети? Да все, что угодно. Фантазия ребенка безгранична. Главное поддержать творческий порыв юного творца. А в нашем проекте «Ангелы среди нас» дети рисуют вместе с профессиональными художниками. Уже готово 5 работ совместного творчества особенных детей и мастеров краски и кисти. Прямо сейчас познакомлю вас с новым творческим дуэтом. «Ангелы среди нас» — социальный проект, главные герои которого — особенные дети. А главная задача юных участников — нарисовать рисунок. К творческому процессу мы привлекаем и профессиональных художников. Им предстоит выполнить, пожалуй, самое ответственное задание — дорисовать или разукрасить детскую картину, сохранив задумку автора. Новый участник проекта «Ангелы среди нас» — Арсений Драчук. Этот озорной и улыбчивый непоседа сейчас заканчивает первый класс. Учеба дается не просто, дисциплина хромает, признается мама Татьяна. Но любимые предметы Арсений для себя уже определим. Труд, математика, чтение. Тут и вот этот вот дорогой мамочки рисунок. А самое главное, моя любимая. Любимая мама Татьяна старается развивать в ребенке творческое начало. Арсений занимается в вокальной студии и, как отмечает педагог, поет порою чище других детей. И это, несмотря на то, что слышать мальчишке помогает специальный слуховой аппарат. У него с рисованием большие проблемы. Как-то вот с детства не пошло. Ну вот, не любит рисовать. Думали, может, ваш проект подтолкнет ему в этом направлении, интерес к творчеству разовьет. Ну, не складывается. У нас в основном дело доходит до цветных карандашей в раскрасках или какие-то вот такие вот нарисовать эмблемы, написать слова, цифры. Может, где-то что-то подкрасить фломастерами. Мы встретились накануне 9 мая. В семье давно существует традиция. Они ездят в Долину Славы, участвуют в шествии к памятнику Алёше. Поэтому Арсений решил нарисовать поздравительную открытку ко Дню Победы. Тут напишешь 9 мая. Девять написал, Майя пишет. Арт-терапия – один из эффективных способов социальной адаптации особенных детей. Поэтому к творческому процессу мы привлекаем профессиональных художников. Наставником Арсения стала Елена Рудых. Художница призналась – давно мечтала поработать с детьми. Когда мне предложили принять участие в таком проекте, я очень, на самом деле, согласилась. И, на самом деле, я, наверное, часа три по улице просто в припрыжку шла, потому что была очень рада. Да, была очень рада. И принимая участие вот сейчас в рисовании, вот в этом процессе, мне это очень нравится, потому что это совместное творчество, это очень здорово. Я могу у него очень многому научиться. Не то, что я его могу научить, а он меня может научить. Яркими акварельными красками Елена дополнила рисунок Арсения. На бумаге появились полевые цветы, засияла красная звезда. Картина получилась в традициях советских поздравительных открыток. А социальный проект «Ангелы среди нас» пополнился еще одной работой. Мы ждем новых героев. Если ваш особенный ребенок хочет и умеет рисовать, позвоните нам в редакцию по телефону 70 13 70. Я с радостью с вами познакомлюсь, и мы снимем интересный сюжет. А также я приглашаю к участию профессиональных художников. И на этом наш выпуск завершен. Все программы вы можете увидеть на сайте телеканала «Арктик ТВ», в нашей группе, в социальной сети ВКонтакте, а также подписывайтесь на аккаунт в Инстаграм телемамы51. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И обнимайте своих детей чаще. Но всем уже давным-давно известно, Что мне одной играть довольно скучно, И совсем, совсем неинтересно. А вот когда со мной мои родные И самые любимые мне люди, Я сразу забываю про унынье, И всегда так было, есть и будет. Будет день счастливый и чудесный самый, Если рядом будут папа и мама, Буду я веселый, буду очень рада, Если будут рядом сестренка с братом. А еще я буду бесконечно рада, Если рядом дедушка и бабушка рядом. Ну а больше всех буду рада я, Если будет рядом вся семья, Вся моя семья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин